Доброе утро! В эфире «Самая спортивная» из всех программ на Финам.ФМ. Все самое интересное, актуальное и животрепещущее из мира спорта в ближайшие 60 минут. Честно признаюсь, что этой программы ждала с особым нетерпением. Но душа моя волейбольная требовала обсуждения именно этой для меня лучшей игры с мячом. Тем более, что нам есть о чем поговорить. Ни в коем случае не умоляю побед российского мужского волейбола, но сегодня весь час уделим женской игре. Тем более, что у руля национальной команды новый наставник Юрий Маричев. Если честно, я достаточно неплохо помню Юрия Николаевича как игрока и прежде всего как армейца. Теперь он у руля национальной команды. Что касается тренерской карьеры Маричева, то были и молодежная мужская сборная. Ну а теперь я очень надеюсь, что новых тренерских успехов он будет добиваться с девушками. Хозяйство беспокойное, как говорится, в любом случае, когда работают с дамами, но тем не менее перспективное. Итак, о ближайших планах и о целях, которые тренерский штаб ставит перед собой и перед командой будем говорить с Юрием Маричевым. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Я вас, наверное, сразу спешу поздравить как человека, который в первую очередь все равно клубный человек Краснодарского Динамо с победой наших девушек в Кубке Вызова. Я думаю, что для вас это, в общем, такой большой плюс, большой позитив и такая вот победная строчка в вашей тренерской биографии. Да, спасибо. Но первое место заняла команда женская. Тем не менее, я тоже туда приложил усилия. Я работал с этой командой, тоже принимал участие в первые годы формирования этой команды. Поэтому я думаю, что это большая радость для всего клуба и для российского волейбола. Вы все-таки человек тренерского штаба Краснодарского Динамо, поэтому это ваша победа смело, я считаю, тоже. Юрий Николаевич, ну сейчас мы, наверное, будем больше говорить не о вас, как о тренере клубном, как о наставнике. Больше сегодня посвятим этому внимание национальной сборной. Наверняка вас уже атаковали вопросами всякими разными, в том числе и каким образом фермировался составы, кого вы будете приглашать в сборную. Меня знаете, какое больше всего интересует ваше мнение на этот счет? Понятно, что Олимпиада в Лондоне показала, что у наших девушек есть большой потенциал, что мы можем, и, собственно, остается только его раскрыть. Вот вы лично для себя, как наставник с большим опытом, предполагаете, что можно сделать с командой для того, чтобы она в том же матче с бразильянками, имея в активе достаточное количество матчболов, их не проигрывала и в итоге не только становилась в тройке призеров, но и, наверное, побеждала? Ну, в этом сезоне, наверное, все-таки команде предстоит сделать небольшое обновление в плане того, что будут новые игроки привлекаться в команду. Вот, и, наверное, одно из таких вот решений, что Екатерина Гамова отказалась от участия в сборной команде, придется нам, наверное, все-таки, конечно, и схему выстраивать, игры другую. И вообще, конечно, самое, наверное, то, что вот не хватало нашей сборной, это, наверное, скоростной игры. Не хватало скоростной игры, мы отставали в этом элементе практически от всех команд. Вот, и, значит, одна из моих задач, это увеличение скорости, наверное, здесь же получается так, увеличение скорости игры, это, получается, красивая комбинационная игра. Вот, и, наверное, здесь будет применено, наверное, очень много таких вот элементов из мужского волейбола. То есть это скорость передачи, это построение тройного блока, это доигровка после тройного блока. Ну, наверное, вот любители волейбола, которые знают это, наверное, они понимают, о чем я говорю. Юрий Николаевич, а в отсутствие Екатерины Гамовой рассчитываете ли вы на то, что лидерские функции на площадке возьмет на себя, например, та же Любовь Соколова, или вы делаете ставку на Наталью Обмачаеву, все равно называю ее Гончаровой? Как вы видите распределение обязанностей? Да, ну, наверное, все-таки мне бы хотелось бы, не хотелось бы выделять обычно кого-то из состава, мне бы хотелось бы, чтобы вот так вот была бы команда у нас ровная, да, хотя, конечно, лидеры должны быть, вот, должны быть лидеры, но когда мы говорим о лидерах, мы все равно подразумеваем то, что все-таки играет команда, вот, а не один человек на площадке, поэтому вот у меня вот в моей тренерской практике такого, чтобы я кого-то выделял из команды одного или двух игроков, у меня обычно такого не бывает, выигрывает вся команда вместе с тренером, проигрывает вся команда. Да, нет, да, но тренер всегда берет на себя, но игроки должны понимать, да, что если играет, лидер не должен сказать, что, а, ребят, девочки, это вы проиграете, хорошо сыграло, все проигрывают, вот, поэтому здесь должна быть полностью коллективная ответственность за результат. Игорь Николаевич, я видела список, расширенный список нашей национальной сборной, и что приятно, там есть некоторые игроки молодые, да, что называется, те, которые будут набираться опыта, это ваша принципиальная позиция, но, как мне кажется, она правильная для того, чтобы подтягивать молодых, что называется, их натаскивать, а потом уже выпускать в бой и делать из них тех самых лидеров. Да, я думаю, что пришло время омолаживать команду и вводить свежие силы, и эти свежие силы должны играть в современный волейбол. И то, что касается первоначальных наших сборов, то есть на этот сбор именно приедут те молодые игроки, которые мы увидим в дальнейшем, которые будут играть в основном в составе. И первый сбор пройдет у нас без практически опытных наших игроков, которым мы дадим немножко отдохнуть. Вот, а то, что касается этих молодых игроков, значит, будет просмотр, будет им возможность дана поиграть турниры в Монтрео, в Швейцарии. И уже после определенной работы с ними, после этого турнира, уже, значит, тренерский состав будет смотреть, кто, значит, подходит под схему, от кого что можно ждать. И в соответствии с этим уже будет часть молодых игроков вливаться в состав основного состава сборной России. А связан ли вот этот процесс омоложения национальной сборной с тем, что в ней нет Леси Махнова? Я так понимаю, интернет просто взорвался, когда прочитал расширенный список, и высказывались разные предположения, вплоть до каких-то личных конфликтов. Этого не было просто в связи с тем, что нужно давать дорогу молодым, не оказалось Леси в старте списка? Ну, во-первых, здесь о личном конфликте никакого вообще разговора не может быть, потому что, как бы, я с девушками еще с этим не работал, и с Лесей Махновой я даже не общался еще. Тем не менее, у меня всегда позиция такая, у нас дорога никому не закрыта. Если мы посмотрим, что в чемпионате она действительно одна из лучших, вот мы всегда будем приглашать этого игрока, вне зависимости от того, сколько ей лет, и много она играла за сборную или не играла, все зависит от результата. Но сейчас действительно надо дать дорогу молодым. Вот даже что касается, допустим, взять Либера. У нас два есть великолепных Либера. Это Крючкова и Уланова. Да-да-да. Правильно, да? Но мне, я все-таки сделал сейчас пока ставку на Крючкову, хотя Уланова мне тоже очень нравится как Либера, но мне надо хотя бы одного молодого Либера сейчас подтянуть в команду, для того, чтобы иметь какую-то дальнейшую перспективу. Но этот молодой Либера вполне возможно будет играть уже на ближайшем, да, для национальной сборной старте на чемпионате Европы. Или вы все-таки пока посадите на скамеечку, больше посмотрите, где-то там выходить не самый принципиальный матч. Да, я понял ваш вопрос. Давайте, говорю, мы сейчас раньше времени говорить не будем. Все покажет работа, да. И какие-то турниры, которые у нас будут в этом году, очень много. К сожалению, вот если взять график, мало очень времени на тренерскую работу, на тренировки. И очень много игр. Конечно, хотелось бы чуть-чуть, мне как тренеру немножко убавить. У нас там гран-при целый месяц, идут одни разъезды практически, там только у нас опробованы залы и переезды. Вот вы понимаете, что в таких условиях очень тяжело, да, что-то новое прививать игрокам. Вот хотелось, чтобы побольше было тренировочных дней. Тем не менее, говорю, все будет зависеть от результата. Я никогда не смотрю на предыдущие заслуги. Вот на данный момент Ливер будет молодой, переигрывать опытного Ливера. Значит, будет стоять молодой Ливер на площадке. Юрий Николаевич, ну, я думаю, что вы знаете, или, может быть, не совсем изнутри, но, тем не менее, ситуацию, которая была в прошлом году с Любовью Соколовой, мы долго-долго все ждали, когда же Люба даст ответ, будет ли она в сборной или нет. Насколько легко она согласилась сейчас? Ну, пока еще ее согласия нет. Мы только надеемся на ее согласие, что она будет в сборную играть. Конечно, для таких игроков, как Любовь Соколова, дорога всегда открыта в сборную. Всегда открыта мы. То есть ее даже одно, ее присутствие на тренировках, на играх, оно, естественно, будет вдохновлять и партнеров, которые рядом с ней вместе работают. Это опыт, это авторитет, поэтому всегда ее ждем в сборной, но этот вопрос еще до конца не решен. Также мое такое же отношение к Екатерине Грамовой, которая сейчас сказала, что она не будет играть за сборную, если она в определенный момент почувствует, что ей хочется играть. Пожалуйста. Для нее ни в коем случае дорога не закрыта. Юрий Николаевич, я прочитала буквально одним словом последний вопрос и короткий ответ. Что вы тренер амбициозный и ставите перед собой задачу выиграть все возможные турниры, которые есть. Планы на чемпионат Европы. Только победа или вы будете удовлетворены и попаданием в тройку призеров? Ну, всегда руководство ставит нижнюю планку. Нижняя планка поставлена на уровне медалей чемпионата Европы. То есть это минимум проданная медаль. Естественно, я как тренер буду перед собой, особенно перед собой, а также перед игроками. Всегда надо нацеливаться на первое место. Всегда. Только тогда можно выигрывать. Я желаю вам удачи и буду, конечно, искренне болеть за нашу национальную команду. Напомню, у нас на связи был Юрий Маричев, наставник женской волейбольной сборной. Возвращаемся к обсуждению спортивной тематики. Сегодня у нас на повестке дня волейбол. И большую часть программы мы посвятим все-таки волейболу женскому. И к нашей беседе присоединяется гендиректор Всероссийской Федерации Волейбола Александр Еременко. Александр, добрый день. Приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И вы так уже, я так понимаю, с опытным таким голосом говорите. Уже не первый раз, видимо, отчитываетесь о том, что происходит с Федерацией. У вас, в общем, это постоянная, наверное, тема в связи с повышенным. Ну, приходится говорить, приходится анализировать и про себя. И, в принципе, конечно, это наша основная работа, поэтому есть что сказать. И на многие вопросы мы найдем сегодня ответы. Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить радиостанцию «Финал МФМ» за то внимание к волейболу, который она оказывает. Это очень приятно, потому что, действительно, волейбол этого, наверное, заслуживает. Народная игра и результаты в последнее время наших сборных нас радуют. Поэтому спасибо вам. Хочу передать привет всем болельщикам, верным болельщикам волейбола и своей семье, в том числе супруге Ольге и дочке Анастасии. Спасибо. Александр, скажите мне, пожалуйста, вот вы честно говорите, что наша волейбольная сборная нас радует. Ведь я, например, потеряла достаточную часть своих темных волос и приобрела светлых, когда смотрела игру нашей команды с бразильянками на играх в Лондоне. И ведь мы могли. Да, ну, здесь вопрос результата. Конечно, Олимпийские игры – это очень серьезная точка отсчета, так сказать, подводит итог работы четырехлетия. Прежде всего, в спорте, конечно, основа – это результат. В этом его красота, в этом его жестокость, скажем так. Какая бы работа ни была проделана, как бы хорошо команда ни выглядела, какие бы они, наши девчонки, не подарили нам мечты, вот результат, он такой. Не удалось выиграть четвертьфинал у будущих олимпийских чемпионов. Да, к сожалению, это так. Но, в принципе, та игра, которая была показана и те перспективы, которые мы видели в игре нашей сборной, в принципе, дают и положительные эмоции в том числе. Смотрите, а эта проблема физического плана не готова, может быть, именно более с физической точки зрения. Вот Юрий Николаевич говорил, что не хватает быстроты волейболи, скорости реакции, игры первым темпом, чего-то такого чисто профессионального. Либо это проблема на психологическом уровне. Вот мы достаточно много общаемся со спортсменами совершенно разных видов спорта, и многие говорят, что психология – это один из самых главных решающих факторов, и не все сборные, к сожалению, могут похвалиться тем, что у них есть психологи в штате. Вы как считаете, в чем здесь корень зла? Такой сложный вопрос, он многосоставной. Я бы, анализируя эту олимпийскую игру в четвертьфинале с Бразилией, не сказал бы, что там были психологические проблемы. Я думаю, что то, что не удалось реализовать шесть матчболов, это совокупность многих-многих-многих факторов. В том числе, наверное, и психологические, но и технические. Потому что если мы имеем шесть матчболов и организуем всего одну атаку при шести атаках соперника, значит, у нас есть и тактико-технические проблемы. Или где-то не хватило именно этой команде в этом составе привычки пробеждать, уверенности в себе, чтобы реализовать те шансы, которые у нас были. Говорить о том, какой скорости был волейбол, в какой физической форме подошла команда, можно, но только не в пятом сете. Когда есть пятый сет, когда игра идет на больше-меньше, здесь уже, конечно, я думаю, сказалось наличие большего опыта в таких матчах именно бразильской команды в этом составе. И немного не хватило нам некоторых нюансов. Это может быть какие-то тактические мысли, которые не были воплощены на площадку. Это может быть физическая форма какого-то игрока, у которого мяч до пола не долетел 15 сантиметров, и в этих 15 сантиметрах был результат, или выходишь дальше, или едешь домой. Поэтому этот вопрос очень сложный. Что касается психолога в команде, то в игровых видах спорта тренеры не устают повторять, что, в принципе, главный психолог для своих игроков — это, во-первых, тренер, во-вторых, игрок сам себе самый лучший психолог. — Юрий Николаевич будет тем самым психологом, который сможет не только девчонок чисто физически как-то там подтянуть, если какие-то есть проблемы, но и прежде всего настроить на победу, и чтобы они выходили на площадку, зная, что они могут победить тех же бразильянок. — Да, Юрий Николаевич, в принципе, очень много уделяет внимания этому аспекту, во-первых. Но он, насколько я понимаю, имеет и четкое понимание того, над чем надо работать с тактикой технической точки зрения. Потому что психологическая устойчивость в концовках таких крупных соревнований, она основывается в том числе и на твоей уверенности технической, и на твоей подготовке физической. — Когда ты знаешь, что ты можешь пробить тройной блок, ты чувствуешь себя, да? — Когда игрок знает, что он хорошо принимает подачу планер, для примера, я скажу, он не будет иметь психологических проблем. Вот когда он знает, что у него есть проблемы технические, тогда у него начинается мандраж и с точки зрения психологии. Конечно, он самый лучший результат в этот момент свой с точки зрения техники не выдаст. Тогда мы будем говорить о психологических проблемах. Поэтому наличие психолога в команде — вещь очень тонкая. Все-таки это тренер и второй тренер, и тренер-аналитик, и массажист. Это те люди, которые проводят с игроками 24 часа в сутки в течение многого времени. Они знают о их домашних проблемах, о их привычках жизненного уклада и так далее. Поэтому в этом случае можно интегрировать психолог в команду, но только при условии, что он будет 100% жить с коллективом. — Не будет приходящим, то есть это будет человек, который будет входить полноценно в тренерский штаб. — Конечно, потому что какие-то тезисы психологические привлечь в команду просто, скажем так, с точки зрения теории или науки психологии, результата не даст. Потому что, вы знаете, спортсмены — это люди достаточно закрытые, суеверные, и к ним надо найти подход. — Согласна. Александр, знаете, признаюсь сразу честно, что к Любови Соколовой я отношусь более чем уважительно. Я считаю ее едва ли не лучшим вообще игроком, не только в нашей сборной. Но для меня, например, удивительно. Я, может быть, человек... Ну, мы с ней примерно одного поколения. Ну, может, я воспитаю немножко по-другому. Для меня неприемлемо отказаться играть за сборную. В принципе, мне кажется, это тенденция последнего времени, и не только в волейболе. Человек говорит, я не хочу играть за сборную. Разве можно так? Разве можно так наплевательски относиться к тому, что тебя вызывает твоя сторона для того, чтобы ей помочь? И ведь сейчас, я так понимаю, эта проблема вновь возникает, когда расширенный список есть, но не каждый игрок туда захочет прийти. Из тех, скажем так, грандов и монстров, в хорошем смысле. Ну, вы знаете, я с вами согласен. С одной стороны, это и обязанность каждого гражданина защищать цвета своей Родины. С другой стороны, это большая честь. Вы можете себе представить сам себе, что вас вызвали в сборную, а вы отказались? Нет, ну, я, конечно, про себя такого не могу сказать, но был период у нас в развитии и российского государства, и общества, в том числе, когда вот отношение к своей Родине, к своей стране немного поменялось, в том числе у спортсменов. Поэтому, в принципе, это вот одна из основных задач и федерации, и государства, в том числе. Я должен сказать, что сейчас очень много делается в этой связи, и ситуация меняется. Сейчас очень мало спортсменов думают, что они могут отказаться от сборной и прожить без того, чтобы при случае, значит, не поучаствовать в игре за свою страну. Ситуация меняется. К сожалению, 3-4 года назад была эта ситуация намного более, скажем так, ну, хуже, потому что игроки, спортсмены подходили к этому вопросу очень прагматично. Вопрос только денег? Да, с точки зрения заработка, да, и может быть, это следствие того, что вот у нас был такой финансовый кризис в стране, и когда спортсмены кормились практически все ведущие за рубежом, и привыкли относиться к своему телу как к инструменту для того, чтобы обеспечить свое будущее, будущее своих детей, и рисковать, так сказать, этим инструментом за ту страну, в которой проводишь очень мало времени. Кто-то уже поселился, там та же Любовь Соколова, в принципе, и семья, и, значит, место жительства у нее связано с заграницей, и поэтому, в принципе, на уровне бытовом это понять можно. А на уровне чисто патриотическом и человеческом? Будем работать вместе, вот такие передачи, и то, что делает сейчас правительство наше, спасибо ему, с точки зрения, именно очень сильно наше руководство придает вес спортивным победам сейчас в стране, и спортсмен, который выиграл золотую медаль, тот, который заставил сыграть наш гимн на международных соревнованиях, он получает достаточно высокий общественный статус, и это... Ну, собственно, как вот вспомнить после победы в мужском финале, как сразу заговорили про волейбол, про мужское, как сразу все выучили, кроме специалистов, фамилии того же Мусырского, например, или Тетюхина, это вообще лучший спортсмен года, я так подозреваю, по версии очень многих изданий 2012 года, так что это какой-то такой момент. Тот же Юрий Николаевич, возвращаемся так или иначе к его словам, говорит о том, что в команде должен быть лидер, но, в принципе, тянуть должна вся команда, да, правильно, не должен выходить в состав из пяти человек и играть, там, в нашем случае, например, на одну гамову. Если гамовы не будет, мы сможем играть ярко, качественно, мы сможем в нашем составе найти человека, который в нужный момент придет и пробьет тройной блок, и сыграет на приеме, и, не знаю, станет настоящим лидером? — Я однозначно этот вопрос ответить не могу, я не отношу к себе к большим экспертам именно в женском волейболе, но я вижу, что женский волейбол отличается от мужского, и роль лидера, такого, как Гамова, такого, как, не знаю, в Бразилии Шейла, те, которые забивают львиную долю, в женском волейболе намного выше, чем в мужском. То есть в мужском волейболе можно четко сказать, один в поле не воин, в женском волейболе случается так, что один в поле воин. Поэтому Юрию Николаевичу я доверяю, потому что он работает всего один сезон с командой «Динамо Краснодар», когда у него на бумаге была не очень сильная команда, сумела завоевать бронзовые медали чемпионата России именно без сильных звезд, то есть построив игру команды, подтянув во всех компонентов, девчонки поверили, что они могут обыгрывать любую команду с любым лидером. Вот. Возможно ли это в сборных? Не знаю. Посмотрим. Очень интересно и очень радует то, что у Маричева есть четкий план, четкое понимание того, что и как он собирается делать. Да, действительно, нет времени, действительно, очень много игр, мало тренировочного времени. Но этот проект мы не говорим, что Юрий Маричев пришел на один сезон и, значит, он должен... А на сколько контракт подписан со специалистом? Ну, это минимально два сезона, и у него должно быть время, чтобы поработать, и чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Это минимум. В этом сезоне после Олимпийском так всегда устроено, что есть и смена поколений, и у всех команд бывают проблемы. У женщин это связано именно со сменой поколений. В мужской сборной это связано с какими-то физическими проблемами, травмами. Поэтому сезон переходный, и любой проект в мужской и женской сборной будет долгосрочным. Не будем обсуждать один сезон. Да, будем говорить о волейболе через несколько минут. Сейчас прервемся. Добрый день, доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня на повестке дня нашей программы волейбол, женский и мужской, наши все-таки олимпийские амбиции. Об этом говорим сегодня с гендиректором Всероссийской Федерации волейбола Александром Еременко. У нас работает телефон студии 6510996, код города М495. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, все это тоже можно оставлять на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Александр, мы с вами заговорили про национальную сборную, но при этом совершенно не затронули тему клубного чемпионата. У нас ведь он сейчас, как мне кажется, особенно что касается женской его части, достаточно интересен и очень высоко конкурентен. И та же победа нашего краснодарского клуба, сегодня он у нас прямо в авансцене, говорит о том, что, в общем, хорошая, большая и яркая конкуренция есть среди волейболисток. То есть у того же Маричева есть прекрасный шанс выбрать действительно лучших и действительно сильнейших. Ну, я согласен, хотел бы поздравить Краснодарской Динамо и девчонок, руководство клуба и всех, кто внес вклад в эту победу. Она действительно историческая. Наши клубы женские давно не выигрывали Еврокубки. Это прежде всего. Женский чемпионат и мужской чемпионат страны действительно с точки зрения спортивной сейчас очень сильные и компетитивные соревнования. Именно в таких соревнованиях закаляются бойцы, появляются новые имена. И это дает возможность в том числе и тренеру сборной расширять список. Появляются новые кандидаты, усиливается конкуренция. И если нету уже таких, скажем так, великих заранее, которые столбят себе место в составе, в принципе, это для каждого тренера очень хорошее начало, база для будущей работы. В принципе, этот чемпионат в этом году нам подарил 3-4 таких новых фамилий. Назовите, если можно, чтобы мы знали, на кого больше. Знаете, я еще раз повторю, что я видел пару девчонок в Заречье Одинцова. Это девушки 92-го года рождения, то есть совсем молодые девчонки. Бавыкина, значит, ну мне трудно. Хорошо, давайте без фамилии. Я обратил внимание, что на площадке появляются такие звездочки молодые, на которые можно делать ставки. И учитывая, что у нас есть 4 года до следующей Олимпиады, в принципе, произвести вот эту смену поколений в команде. В этом сезоне, конечно, сезон насыщенный. У нас чемпионаты Европы и мужской, и женской в сентябре. И, в принципе, перед нами ФИВБ, изменив правила отбора на чемпионат мира, поставила конкретные задачи. Вот Юрий Николаевич говорил о завоевании медалей, но первое и второе место дает прямой отбор на чемпионат мира. Прямой отбор на чемпионат мира позволяет не играть отборочные соревнования, то есть готовится конкретно сэкономить силы и время, в том числе для внутреннего чемпионата. Поэтому это очень важно, попробовать улучшить наши результаты в европейских чемпионатах. Я напомню, что у нас там не очень хорошие результаты в мужских и женских сборных, хуже, чем даже на чемпионатах мира. То есть 2 четвертых места в 9-11 году мужской сборной и 2 шестых женской сборной команды. Поэтому даже с новыми тренерами, я думаю, что не такая уж не то, что сложная, не такая уж невыполнимая задача улучшить эти результаты. Но я думаю, что смена поколений и с теми же самыми проблемами, в общем, сталкиваются все сборные. И в Бразилии наверняка с тем же самым, если мы говорим про мир, столкнутся. Ну что же, по 30 и по 34 года даже есть у девушек в составе игроки. Так что, в общем, мы все, как мне кажется, в равных условиях. Что касается мужского волейбола, с точки зрения возраста, мы сейчас находимся в хорошей ситуации. Мы можем сохранить практически, если не брать Сергея Тютюхина, то эту команду почти в 90% состава к следующей Олимпиаде, учитывая возраст. Не говорю про спортивную часть или что там может произойти. Что касается женских сборных команд, то здесь трудно говорить, потому что у девушек чаще случаются долгожители. Все-таки волейбол немного отличается с точки зрения, скажем так, физического, атлетического свойства. Поэтому, конечно, все команды столкнутся со сменой поколений и будем надеяться, что развитие нашего чемпионата, которому мы уделяем большое внимание, позволит нам иметь возможность растить новых игроков. А что касается, вот для меня, например, достаточно актуальный вопрос популярности вида спорта. Он ведь действительно с точки зрения экипировки, с точки зрения каких-то спортивных залов и инфраструктур, он достаточно прост. Это тебе не фехтовальная дорожка, где тебе нужно бесконечное количество электроники или хоккей заливать лед. При этом, вот, ну, меня лично, да, обижают, мне все говорят, ты в баскетбол играешь? Да не играю я в баскетбол, я играю в волейбол. Хочется, чтобы, когда меня увидели, сказали, о, ты такая высокая, почему ты в волейбол играешь? Вот, вот, хочется волейбола популярности, что можно сделать для того, чтобы и секция была побольше, и тренеры работали, и в сборную люди приходили, говорят, а, ты не хочешь играть в сборную? Тогда я хочу, я тебя локтями оттолкаю, ну, пройду и займу свое место. Ну, это разные задачи, да, задачи по сборным командам, мы ее вот сейчас решаем, в принципе, эта ситуация уже не за горами, мне так кажется. По поводу популярности волейбола, ведь с точки зрения практикующих людей волейбол занимает первое место, если там кто-то говорит второй, кто-то первый по сравнению с футболом, потому что футбол тоже достаточно просто, бросил мячик на пол и играют люди. Давайте говорить, что мы говорим о волейболе и о том, как люди играют на пляже в шубу или в кружке там пытаются мячик друг другу перекинуть. Мы говорим именно о волейболе, правильно? Мы говорим о волейболе, да, то, что люди декларируют, когда они говорят, что у меня есть хобби, я физкультурник или спортсмен, играю в волейбол или я играю в футбол. Вот эти кружки и занятия достаточно регулярные по данным Минспорта, в том числе волейбол занимает, если не первое, то второе точное место по количеству практикующих. Это по всей России или по Москве? По России. Поэтому, в принципе, конечно, есть место для того, чтобы работать. Можно вспомнить 50-60-е годы, когда волейбольная площадка была практически в каждом дворе, и каждые два столба служили опорой для сетки, и играли практически все. Каждый мог назвать себя волейболистом, и мои родители, и все знакомые из этого поколения. И в 54-м году, когда был чемпионат Европы на стадионе «Динамо» в Москве, было 45 тысяч зрителей на открытой площадке смотрели эти игры. Поэтому, конечно, такую популярность волейбола, к ней надо стремиться, и очень много придется сделать. Самые яркие, самые первые, самые эффективные шаги. Я думаю, что с точки зрения федерации мы попытаемся внедрить эту программу, значит, волейбол в каждом дворе, да, попробовать увеличить просто количество площадок и сеток, потому что действительно большой площади не требуется, и большого оборудования тоже не требуется. Это раз. Значит, выигрывать. Выигрывать золотые медали на всех соревнованиях, это значит привлекать внимание к виду спорта, естественно, интерес к нему развивать, чтобы в него хотелось играть. Популяризация волейбола в том числе надо донести до и родителей, и молодого поколения, что нынешний волейболист – это не просто тот, кто играет в волейбол, спортсмен, который получает медали, это с точки зрения жизни состоявшийся успешный человек. А самое главное для родителей еще, как мне кажется, это не такой травмоопасный вид спорта, в отличие от того же гонбола. Волейбол – один из самых травмоопасных видов спорта, не будем обманывать, но тем не менее это не гонбол, это не рэкбе. Я хочу обратить внимание, что девушки и юноши, которые занимаются волейболом, не юноши, спортсмены профессионально, они зарабатывают очень приличные деньги, высокие контракты до 20-30 миллионов рублей за сезон может заработать спортсмен в Суперлиге. Во-вторых, 99,5 спортсменов-волейболистов в Суперлиге имеют высшее образование, то есть в принципе вкладывать деньги в своего сына или дочь, чтобы они играли в теннис – это престижно. Но я думаю, что и сегодняшний волейбол, он тоже престижен, потому что вид спорта интеллектуальный, люди, которые в нем добиваются успехов, они успешны, то есть высокий уровень жизни могут достичь. И он более демократичен с точки зрения количественной, потому что, допустим, в боксе, в борьбе, в теннисе первая десятка считается элитой, или там первые 20 человек. В волейболе все-таки вот в российском можно назвать там 600 мужчин и женщин, спортсменов, которые играют… В Суперлиге хотя бы. Да, в Суперлиге, Выше Лиге А, это элита волейбола, это все-таки намного шире спектр и возможность достичь успеха. Вам нужно создать такой образ идеального волейболиста, престижного, успешного, значимого, это может быть, я не знаю, может, на каком-то личном примере? Да, это правило маркетинга, будем стараться это делать, популяризировать наших звезд, например, Сергей Тютюхин, все его знают. Дожил до конца карьеры, наконец, стал звездой. Как прекрасного человека, семьянина, как успешного игрока, как великого спортсмена. На этих примерах, конечно, надо учить молодежь, в том числе детей. Я уже второй год хожу в Москве на этапы мирового тура по пляжному волейболу, это ведь тоже один из способов популяризации. Что касается пляжного, то, к сожалению, у нас не так, может быть, хороши и веселые успехи, в отличие от, допустим, мужского классического волейбола. Что-то в этом направлении, потому как ведь мужчинам-то пляжный волейбол и популяризировать нечего. Ты вышел на пляж, а там девчонки играют, все, ты уже больше никуда не пойдешь. Ну, пляжный волейбол все-таки вещь такая, которая связана у нас еще и с климатом, да, и достаточно молодой для России вид спорта, который совсем недавно систематически мы пытаемся развивать. И, в принципе, успехи в последнее время есть. Это и то, что у нас на Олимпиаде участвовали большее количество спортсменов, чем на прошлой Олимпиаде. И результаты, и победы в этапах Кубка мира наших девочек. В принципе, сейчас Всероссийская Федерация волейбола очень много уделяет внимания развитию пляжного волейбола. И на клубном уровне, и чемпионата России, и сборных команд ведется большая работа. Но надо учитывать, что для этого нужны кадры, кадры надо вырастить. Нужен тренер, который бы пришел и знал, когда. В любом случае нужно время. Вот в женском волейболе такой тренер нашелся, хотя он пока еще иностранец. Но, в принципе, Марк Салюстри показал, что с нашими девочками он действительно может давать результат. И могут появиться еще кто-то, кроме вот двух наших пар. Там Уколова-Хомякова и Возакова-Васина. Еще кто-то может быть на подходе, кто может. Да, там в расширенном составе сборных команд 4-5 пар. Я знаю, что ведется очень большая селекционная работа. Это просматривают и молодых перспективных игроков классического волейбола. И уже более взрослых игроков, которые, может, в классическом волейболе не имеют таких перспектив, но могли бы подойти. Крамольные вещи вы говорите, потому что каждый волейболист классический говорит, ой, пляж это совершенно другой вид спорта, а пляж не играет в классику, я никогда играть не пойду. Это вот совершенно, мне кажется, между собой какие-то такие противоборствующие. Ну, в этом и есть проблема, трудности, потому что нет пока четкой методики. Надо ли делать разделение по специализации в детских спортшколах? Если делать, то с какого возраста? И как прививать пляжный волейбол где-нибудь в районе Бурятии? Я считаю, что пляжный волейбол, он и так вид спорта молодой, а в России систематически развивается еще меньше, чем во всем мире. Поэтому, да и я скажу, что единственный подход, наверное, там более-менее научный и систематизированный, это вот как раз немцы в Европе сделали и достигли результата. Ну, посмотрите, как их пара выступает сейчас. Да, так в принципе бразильцы и американцы, это все, что выращено там на пляжах и, скажем так, само получается. Потому что, когда у тебя 200 тысяч играет каждый день на КПК-бане в пляжный волейбол, наверняка там где-то из них будет один чемпион или два чемпиона вырастить. Затронули вы больную тему, потому что хочется весны, потому что хочется лета и пляжного волейбола. Напомню, у нас в гостях гендиректор Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Мы обсуждаем сегодня наши в том числе и олимпийские перспективы, и наши амбиции. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты. Оставайтесь на Афинам.ФМ. Возвращаемся в студию. Сегодня у нас на повестке дня волейбол. В гостях гендиректор Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Говорим о женском волейболе, о мужском, о пляжном. Тем более весны и лета душа требует. Александр, мы с вами заговорили, в основном, конечно, говорили про женщин. Есть у нас и мужская сборная, тем более Юрий Маричев у нас избран на пост главного тренера женской сборной. Что касается мужской, то 29 число, когда должен состояться президиум, не за горами. Расскажите мне, пожалуйста, кто есть из кандидатов, если это, конечно, не секретная информация. Что вообще говорят в кулуарах, кто будет, потому как, конечно, Владимир Олегович задал очень правильную и высокую планку. Теперь ее нужно поддержать. Вы знаете, секрета нет. Мы должны были назначить мужского тренера вместе с тренером женской сборной команды на прошлом президиуме. Но так получилось, что не было четкого кандидата, поэтому и было поручение от президиума для руководства Федерации, то есть лично мне, проработать этот вопрос и на следующее определение представить кандидатуру. Эта кандидатура будет Андрей Воронков, тренер новосибирского локомотива. Я надеюсь, что президиум утвердит эту кандидатуру на роль главного тренера. Это единственный кандидат? Ну, понимаете, уже в этом случае надо выходить с единственным кандидатом. Вся предварительная работа и так уже затянули на два с половиной месяца, была проделана. Были, конечно, и другие фамилии, но здесь бы хотел мотивировать нашу позицию, свою позицию, тем, что тренер в этом случае должен быть российский. И Андрей Воронков, он представляет поколение молодых тренеров, может быть, не по возрасту с точки зрения человека, но именно как тренера тренерской карьеры. Значит, он человек полностью из волейбола, очень долго играл в волейбол, на всех позициях, хороший волейболист, значит, живет волейболом, проделал большую тренерскую работу с новосибирским локомотивом, достиг результата. Это победа в Лиге чемпионов. А сказался этот факт, что выиграл Лока финал четырех в Омске? Вы знаете, решение, в принципе, было принято еще до того, конечно, это облегчает ситуацию с назначением, безусловно. Есть чем позырнуть? Ну, да, но тут даже вопрос не в текущих результатах тренера, а в том, чтобы задать такой, скажем, вектор, который, как вы сказали, задал Олег, потому что когда назначали Владимира Романовича, первый раз тоже была большая полемика, и тоже он был не очень знакомый и молодой тренер. Но сегодня это неоспоримый авторитет, и уже вспоминать, что было в 2006-2007 году, какая полемика, какую критику пришлось ему выдержать, уже даже никто может и не поверить. Поэтому именно поддержать этот вектор в том плане, что любой тренер-россиянин, российский парень, который закончил играть в волейбол, отдает себя полностью работе, работает, тренирует, и для него эта роль не заказана. То есть не обязательно, что, прежде всего, не пригласить какого-то признанного иностранного авторитета на этот пост, что было бы достаточно легко сегодня назвать фамилию одного из тренеров, который на слуху у всех там в международном волейболе, и надеется, что вот если не он, то, значит... Ну, практика женского волейбола показала, что даже самый титулованный Капрара не смог справиться с российскими девушками. Капрара, кстати, выиграл чемпионат мира. Да, но, тем не менее, посмотрите, чем все закончилось. Не слишком радостно ни для него, ни расставание было приятным. Но, тем не менее, вот помимо кандидатуры Воронкова, есть кто-то еще, кто мог бы попретендовать, скажем так? Почему спрашиваю? Я за кадром рассказывала о том, какая скандальная ситуация сложилась в РФБ, когда назначали тренеров и мужской, и женской, и баскетбольных сборных, как были очень многие, в том числе и мастера, недовольны назначением ни Кацикариса, ни Вайнаускаса, тем более, что оба иностранца. Не получится ли такое, что президиум навязывает одну кандидатуру, и тренеры обязаны будут либо подчиниться, а если не подчиняться, то, в общем, никто их мнение и не услышит, и не увидит. Просто проецируя ситуацию с баскетболом, ни в коем случае ни в чем вас не обвиняя. Ну, не хотелось бы, чтобы так получилось в волейболе. Во-первых, мы изначально и уже не один год стараемся работать так, чтобы не только один главный тренер у нас отвечал за результат и за всю работу. Это работа коллегиальная, есть такие органы, как тренерский совет, и, наверное, в этом году, может быть, этот орган стоило бы, и мы подумаем, надо этим усилить и сделать какой-то экспертный совет, в который войдут и, в том числе, тренеры клубных команд и экс-тренеры сборных команд. Я имею в виду таких, как Геннадий Яковлевич Шипулин, Владимир Романович Олег, Сергей Константинович Шляпников, который тренирует молодежные команды, в том числе кто-то из руководства федерации, чтобы этот экспертный совет два-три раза за сезон мог анализировать планы работы, состав кандидатов, это будет большая помощь любому главному тренеру. То есть это будет совет над главным тренером, то есть мнение экспертного совета будет таким образом влиять? Вы знаете, эта вещь должна быть параллельной, потому что в любом случае, чем больше информации у человека, который работает и хочет достичь результата, тем ему легче потом из этой информации вытащить ту нужную вещь, которая пригодится для работы, для победы. Я думаю, что российский волейбол пришел к тому, что победа сборной команды нужна всем, и это сейчас все понимают. Слушайте, но кто бы ни пришел на смену Олега, у него будет очень сложная задача, потому как поддержать победную традицию, олимпийскую, это будет задача из ряда вон выходящая. Насколько российские специалисты готовы при российских же игроках с той же командой, которая была на Играх в Лондоне, эту задачу выполнять? Или пока перед ними такой задачи не стоит? А почему российские специалисты не готовы? Российские специалисты готовы. К победе в Олимпийских играх сборную привел российский специалист. Да, это здорово. На площадке стояли российские игроки. Они, российские игроки, выиграли Лигу чемпионов. Значит, почему они не готовы? Они готовы к тому, чтобы побеждать опять. Получится или не получится, мы увидим. Но я думаю, что наши ребята, они почувствовали вкус победы в этом сезоне. Мужская сборная, победив в мировой лиге, выиграв в Кубок мира. В конце были Олимпийские игры. И им не захочется отступать на вторые, третьи роли. Неважно, кто будет тренер. И если эти люди, все профессионалы, у них одна общая задача, и они идут к одной общей цели, я не вижу здесь особых проблем в именах. Потому что имя может быть любое. Конечно, сейчас с авторитетом Олега рядом никого не поставить. Но кто-то же должен работать со сборной командой. А Владимир Романович не будет участвовать в качестве специалиста? Или в том же самом экспертном совете? Я назвал его, конечно, в первую очередь. Потому что, во-первых, эти тренеры, такие клубы, как «Белгород» и «Зенит Казань», извиняюсь, это главные доноры наших сборных команд. То есть, если учесть, что игрок в клубе проводит 6,5-7 месяцев, а в сборной оставшиеся 4 месяца от сезона, то, в принципе, без сотрудничества с клубами, с клубными тренерами очень трудно за две недели до начала первого соревнования построить сборную, наладить контакт с игроками и так далее. Поэтому здесь, я так думаю, вне зависимости от фамилии главного тренера, это наша общая работа, работа российского волейбола. Я думаю, что российский волейбол готов понимать то, что если мы будем выигрывать, это наша общая победа, она не относится только к фамилии Олегна, или только к фамилии Воронкова, или только к фамилии Шипулина. Она связана с большим трудом каждого тренера, и в том числе и молодежных команд, которые готовят резерв, и с трудом массажистов, с трудом статистика, тренера по физподготовке, тренера-аналитика, потому что победа, она не складывается с какого-то одного фактора, что хорошо сыграл Мусырский, забил 10 мячей из 10. Да, он их забил, но потом-то, когда он перестал забивать, чуть бензин кончился, появились другие люди, начал Михайлов забивать, ну, я так вот на примере финального матча говорю. Это тренерский гений Олегна сыграл. Это свои две подачи при счете 20-22 в третьей партии, когда мы еще проигрывали. Ведь с таким Мусырским могло закончиться все равно 0-3 в пользу Бразилии. Это то, о чем мы с вами говорили в самом начале, что должна быть команда. Команда, да. И победа состоит не из каких-то там двух-трех компонентов, а это очень большой труд, большое время и очень большое количество нюансов. Поэтому я думаю, что у нас в волейболе сейчас такая ситуация, я надеюсь на это и практически уверен, что на победу все готовы работать, потому что выигрывать для вида спорта всегда лучше, кем бы ты ни был в этом виде спорта. Конечно, возвращаться триумфаторами, ждать, когда их встретят в аэропорту с цветами, наверное, гораздо лучше. А сезон тоже будет у мужчин такой достаточно насыщенный? Сезон и сложный, мужчин и женщин, потому что вообще, если до конца года взять, у нас очень много соревнований. В этом году еще прибавляется универсиада, не последнее соревнование, домашнее универсиада. И у мужчин и у женщин. Это тоже уже будет под руководством нового наставника? Или это все-таки будет молодежная команда играть и уже, в общем, таким составом? Знаете, женской сборной по графику удается играть первой командой на универсиаде. Мужская сборная имеет финал мировой лиги и универсиаду в одни и те же сроки, поэтому команду придется делить. Дальше у нас чемпионат Европы, потом отборочный к чемпионату мира. В этом году еще кубок больших чемпионов, Grand Champions Cup, который проходит раз в четыре года в Японии, где играют чемпионы континентов и японская сборная. В общем, тринадцатый год очень насыщенный. Успевай вертеться только. Да, 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 очень. Поэтому, я говорю, приобретает большое значение результат на Европе. Если удастся отобраться напрямую на чемпионат мира, с нас это снимет, по крайней мере, минимум одно отборочное соревнование, подготовку к нему. Это очень серьезно. Но перспективы, которые вы видите и для мужской, и для женской команды, мы так или иначе все равно всегда ждем медалек и желательно олимпийских. Вот буквально на полминутки. Олимпиада далеко. Король умер, да здравствует король. Олимпиада закончилась. Очень сложно смотреть на четыре года. Но я уже сказал, что есть предпосылки для того, чтобы провести смену поколения в женской сборной. Я очень доверяю Юрию Николаевичу Маричеву, как тренеру, что он проведет хорошую работу. Есть возможность в мужской сборной сохранить победный состав до Олимпиады, по крайней мере, в каком-то большом объеме. Поэтому, несмотря на то, что она будет в Бразилии, эта Олимпиада, я достаточно оптимистично на это смотрю. Мне кажется, там конкурирует футбольный с волейбольными мячами очень остро. Но, тем не менее, я благодарю вас за то, что вы все-таки оптимистично на это смотрите. Для меня это очень важно, как для человека, который бесконечно влюблен в этот вид спорта. У нас в гостях был гендиректор Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Могу пообещать, что мы будем обязательно болеть. И надеюсь, что все-таки победы будут за нами. До встречи ровно через неделю. Счастливо. Спасибо. До свидания.